Елизавета Лоцкая – одна из тех, кто обожает мелодечность родной мовы. «Новая земля», «Люди на болоте», «Альпийская баллада» и «У войны не женское лицо». Об этих произведениях белорусских авторов. Десятиклассница, кажется, готова говорить часами. Подтверждение тому – победа на Республиканской Олимпиаде. На самом деле очень высокая конкуренция, и десятые баллы отыгрывали роль в рейтингах, которые у нас были. В какой-то степени я довольна тем, как я выполнила все свои задания и какие я получила баллы. Но, конечно, всегда есть путь к лучшему. Диктанты, уравнения, формулы и задачи со звездочкой. В заключительном этапе Республиканской Олимпиады юные интеллектуалы из Бобруйска успешно проявили себя сразу в нескольких предметах. Среди них – химия, география, информатика, испанский, русский, белорусский и английский. Здесь же – математика и биология. Тяжелее всего вопросы в разделе «Анатомия и физиология». Чтобы решить все пять заданий, необходимо детально знать строение тела человека. Лопатка, ребра, поясничные позвонки, малоберцовая кость и фаланги, плюс расположение органов. На все про все дается час. Всего в битве умов приняли участие 37 наших ребят. 16 учащихся привезли вторые и третьи места. Единственная первая по химии у Глеба Борового из второй гимназии. Но в лидерах олимпиадного рейтинга представители первой и третьей. У них по пять дипломов. Дети приходят к тому, что уже в 11 классе они полностью готовы к централизованному тестированию. И плюс это очень многое значит для того, чтобы потом учиться. Разговаривая с бывшими выпускниками, они все говорят, нам очень просто учиться уже в университете, нам легче. По итогам республиканской олимпиады Могилевская область расположилась на третьей строчке. Все победители, а их 90, получат стипендию специального фонда президента. Ну а до завершения учебного года остается всего полтора месяца. Впереди у Вундеркиндов вступительная кампания. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.